добрый день или вечер или кому утро уважаемые зрители продолжаем наш вот обзор книги европейская географический сборник иллюстрированы изданные в москве 1909 году на сей раз утек посвящается марийцам которые до революции 1917 года назывались черемисами глубокой древности по среднему течению волги жили народы финского племени некоторые из этих народов уже вполне слились с русской народностью усвоив от нее язык нравы и особенности быта другие идут быстрыми шагами к обрусению как например мордва при первом взгляде на мордвина его трудно или даже совсем нельзя отличить от русского живут мордвины совершенно по-русски и уже два века как утратили свою религию и сделались довольно ревностными христианами только язык отчасти женская одежда и некоторые мелкие бытовые особенности свидетельствуют о принадлежности мордвы к иному племени более особенности сохранили чуваши по всей вероятности также финны по происхождению но усвоивший язык от тюркских народностей и черемисы черемисы живут почти исключительно в казанской и вятской губерниях черемисы живущие в казанской губернии делятся на горных живущих на правом возвышенном берегу волги и на луговых живущих на противоположном низменном ее берегу горные черемисы по наружности самые красивые из привозских инородцев они ловки проворные имеют правильные черты лица и живя среди русских вблизи городов отличаются развязностью одежду мужчин составляет белый кафтан суконный зимою и холщовые летом обшиты синим шнурком или кумачом рубашки тоже белые расшитые на голове вылочная шляпа на ногах толстые онучи и лапти рубашка подпояс на ременным поясом на поясе сбоку обыкновенно висят ножны для ножа тут же вкладывается огниво и прицепляется топор черемистские женщины несравненно красивее чувашек чувашинок они носят почти такую же одежду как и мужчины кроме пояса замужние обертывают голову белым холодом который наматывается на подставку вроде лопаты с выдающимся рогами или углами такой головной убор унизывается иногда монетами девушки носят просто белые косынки в косы вплетают бисер шнурки и монеты монетами же и бисером украшают шею ушах носит проволочные серьги очень длинные по нескольку пар грудь украшена также монетами прикрепленными на кожаном четырехугольнике а руки кольцами и браслетами питаются черемисы едва ли не лучше русского простонародья так как употребляют пищу много мяса не брезгую конины сейчас уже по норму русской языка не брезгую а тогда не брезгая конины и мясом лесных птиц и зверей оленей зайцев белок даже галок и сорок за которыми со страстью охотиться в лесах постов они не соблюдают никаких хотя другие православные обряды исполняют ревностно квас черемисы обыкновенно не делают зато варят крепкое хмельное пиво и мореный мед горные черемисы и по преимуществу земледельцы черемисы луговые живущие среди хвойных и дубовых лесов не могут прокормиться лишь хлебопашеством любимые их занятия охота пчеловодство и лесные промыслы вооружившись топором и ружьем захватив хлеба и трубку черемис уходит на несколько дней в самую глушь лесов нередко за многие десятки верст застигнет его ночь он разведет огонь закурит трубку и задумчиво сидит с нею перед костром зная что следующий день и следующий ночь проведет точно также так проходит большая часть его жизни впрочем надо сказать что сам черемисин вовсе не считает свою жизнь скучную и унылую лес его стихия его божество безграничная любовь к лесу является общей чертой у всех черемисов как луговых так и горных любовь это отразилось и на общем виде их селений при каждой избе у них непременно находится садик из кудрявых берез обнесенный крепким плетнем и содержащийся большом порядке большое количество зелени придает черемиской деревне необыкновенно привлекательный вид вся закутанная в свои садики она кажется издали скорее какой-то пригородной дачи чем обыкновенной глухой деревне внутренность черемиских жилищ не соответствует их приятному внешнему виду хотя избы у черемис по большей части не курные а белые то есть трубами но содержатся они грязно и неопрятно их не метут не моют воздух в них сперты и удушливые черемис содержит черемисин написано содержит в гораздо большем порядке свой двор и свой садик чем свою избу окна в избах крошечные поэтому в них всегда бывает темно вдоль передней стены устраиваются нары то есть подмостки вышиною на аршин от пола а шириной аршин дуэль 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 дуэль